Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула права в эфире, в прямом эфире, напомню. Обсуждаем сегодня темы семейные споры. У меня в гостях Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Алла, доброе утро. Доброе утро. Телефон студии, сразу скажу для наших слушателей, 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефон, по которому можно нам в прямой эфир позвонить, задать свой вопрос, поделиться своим мнением, рассказать какую-то ситуацию. И более того, можно написать также ваши вопросы и комментарии на сайт finam.fm. Ждем ваши вопросы, но обсуждаем семейные споры. Как я уже говорила, сегодня взяли мы эту тему, наверное, частично от того, что сейчас прошли праздники, праздники новогодние. И многие, в том числе и я считаю эти праздники все-таки такими семейными праздниками. Это достаточно редкая возможность провести большое количество дней подряд дома и в семье при наличии такого желания. И действительно, и я, и, надеюсь, Алла, тоже мы искренне надеемся на то, что не возникнет у вас и не возникают у вас вопросы, связанные именно с семейным правом. Потому что это вопросы зачастую, по крайней мере, к юристам обращаются в тех ситуациях, когда возникают некие конфликты, некие споры. И действительно, необходимы некие правовые знания. Это вопросы, связанные с расторжением брака. Все, что к расторжению брака может прилагаться. Это и раздел совместно нажитого имущества. Это и вопросы, связанные с детьми. А с детьми, кстати, вопросов очень много связано. В том числе, это определение места жительства ребенка, если родители проживают в разных местах. В том числе, возможность видеться и, грубо говоря, график встреч, юридически там другая формула, определение порядка общения с ребенком при раздельном проживании. Это и алиментные вопросы. Масса вопросов, которые именно в семейном кодексе содержатся и разрешаются на основании семейного кодекса и семейного права. Но мне хотелось бы сказать нашим слушателям, что не только непосредственно содержание семейного кодекса мы сегодня будем обсуждать, потому что действительно огромное количество вопросов, которые касаются непосредственно семьи, но в чистом виде, конечно, к семейному праву не относятся. Это могут быть и вопросы, связанные, кстати, с жильем. Обсуждалось как раз сегодня утром с Натальей Медленой, обсуждался вопрос, связанный с проектом по поводу регистрации, запрет массовой регистрации и так далее. Собственно говоря, тоже здесь отдельный вопрос стоит, и этот вопрос может напрямую затрагивать семью. Не только те редкие, на мой взгляд, гораздо более редкие ситуации, когда есть некие резиновые дома, а более частые ситуации, когда есть, собственно говоря, большие семьи, которых надо на учет ставить в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а не штрафовать на 500 тысяч, как тех людей, которые слишком много прописывают, регистрируют свою квартиру. Но это тоже отдельный вопрос, хотя, если вы хотите, мы можем сегодня его также обсудить. Напомню еще раз, телефон студии 651099, 6, код Москвы, 495, сайт finam.fm. Можно позвонить, можно написать, мы обязательно озвучим это в эфире. И, собственно говоря, кстати, вопрос у меня возник, не вопрос, точнее, а еще одна мысль возникла по поводу того, что также относятся зачастую к семейным спорам, хотя в чистом виде, конечно, совсем не семейным правом регулируются, это наследственные вопросы. То есть достаточно широкий круг вопросов, тем не менее, связанный с семьей, обсуждаем сегодня, можете позвонить, можете что-то нам рассказать для нас, для наших слушателей, мы находимся в прямом эфире. Алла, вопрос у меня вот к тебе такой, скажи, пожалуйста, что касается дел, связанных с детьми? Дел, который рассматривается судами. Ну, уже озвучили, что это вопрос, связанный с проживанием детей, вопрос, связанный с элементами, вопросы, связанные с воспитанием детей. Кстати, бабушка с дедушкой тоже же могут обратиться в суд. Да, бабушка с дедушкой, безусловно, могут обратиться в суд и установить порядок общения с ребенком, с внуком или с внучкой, если родители препятствуют, или один из родителей препятствует этому общению. Поэтому семейный кодекс, он стоит на защите интересов не только родителей, детей, но и бабушек, и дедушек регламентирует порядок общения, который может быть установлен судом бабушек, дедушек с их внуками. Ну, в случае, если эти внуки не... один из родителей, и оба родителя не допускают общения внуков. А у меня вопрос другой, Витал. По твоей практике, потому что у меня есть свои наблюдения, я их обязательно озвучу. По твоей практике скажи, пожалуйста, вот в таких делах, все, что связано с несовершеннолетними детьми, в семейных спорах, участвуют органы опеки попечительства. Да, обязательно, безусловно, потому что ни одно дело с участием... Ну, это по закону. Да, по закону, где рассматривается спор по детям, обязаны участвовать органы опеки и попечительства. Ну, к сожалению... А вот в практике, у меня как раз вопрос связан с чем? Одно дело формально, мы написали выиски, или мы привлекли уже в процессе органы опеки и попечительства по месту регистрации ребенка. А реально свою функцию в судах, вот какая у них функция, и выполняют ли по твоей практике органы опеки и попечительства эту функцию? Ну, функция органов опеки такова, что они должны стоять на защите прав несовершеннолетних детей. Это по закону. А фактически, как правило, по делам, которые рассматривают суды, кстати, между прочим, споры о детях рассматривают суды федеральные, только потому что, если расторгнуть брак можно у мирового судьи, то споры о детях, они обязательно рассматриваются федеральными судами. Безусловно, органы опеки бывают привлечены к делу, органы опеки должны бы участвовать, по многим делам они должны давать заключение, но зачастую реально происходит такая ситуация, когда орган опеки уведомляется, орган опеки вызывается, но... Вообще не приходится. Вообще, как правило, ну не как правило, но, в общем, очень часто мы не видим представителей органов опеки, и единственное, чем заканчивается дело, если это решение суда или это мировое соглашение, то отправляется просто по почте судом уже готовый судебный акт органам опеки и попечительства. И зачастую, безусловно, никакого вмешательства в законное рассмотрение дел, связанных с несовершеннолетними органы опеки, ну, фактически, я бы сказала, что участие их более чем пассивно. У меня точно такие же наблюдения по делам, которые были у меня в производстве моих доверителей и клиентов. По многим делам требуется заключение органа опеки и попечительства. Получается следующее. Их привлекли к участию в деле, наделили их определенными партизуальными функциями. У них есть обязанности просто в силу того, что они являются таковым органом защищать права детей в конкретном судебном процессе. В судебном процессе, может быть, представляется доказательство, допрашиваются свидетели. Мы помним, что у нас непосредственный судебный процесс. То есть нельзя свидетельские показания на бумаге написать, даже у нотариуса заверить, отправить по почте. Не в виде документа, а только непосредственно в суде, непосредственно в суду дают свои показания свидетели. То есть идет некое разбирательство. И орган опеки и попечительства может в этом разбирательстве вообще не присутствовать. Хотя на самом деле он обязан присутствовать, потому что иногда всплывают очень важные детали, которые должны бы повлиять на заключение, которое орган опеки должен впоследствии давать. Так вот в том-то и дело, заключение-то потом появляется. Заключение появляется. Какое-то некое. И иногда читаешь это заключение, и просто волосы начинают на голове шевелиться, потому что думаешь, господи, откуда они это взяли. У нас по делам, например, об определении места жительства ребенка, ну и по некоторым другим делам, обязательно должен быть акт условий проживания ребенка. То есть должен орган опеки и попечительства выйти конкретно в квартиру, на место, где ребенок живет, либо где ребенок возможно будет жить. Ставится вопрос об этом в судебном процессе. Они выходят, они там описывают, делают некое описание того, что они видят, чисто-нечисто, есть ли где ребенку жить, спать, там играть. Да, есть ли стол, кровать, ручка. Ну, какие-то необходимые в зависимости от возраста моменты. А дальше у нас очень часто получается так, что орган опеки и попечительства действительно свою функцию выполняет лишь формально. То есть нередко не присутствует в судебных заседаниях и выдает некое стандартное заключение. Ну, почему я говорю стандартное, известно, я думаю, что всем нашим слушателям все слышали об этом, и, по крайней мере, все доверители, которые ко мне приходят с такими вопросами, они все это слышали, все так думают. О чем я сейчас говорю. Если ставится вопрос о том, где будет, с кем будет жить ребенок, если родители разводятся и собираются проживать в разных местах, с мамой или с папой. Вот стандартные люди приходят и говорят, ну, конечно, с мамой суд оставят, потому что с папой практически невозможно. Действительно, такой стереотип существует. С одной стороны, есть определенные и правовые основания под этим, да, почему именно с мамой. Но, с другой стороны, иногда и без всяких правовых оснований у нас получается такая ситуация, при которой, ну, просто потому что, да, вот, вот потому что с мамой принято. И, собственно, органы опеки и попечительства не присутствуют в суде, извиняюсь, Алла, получается... Ну, что значит, с мамой принято, когда что-то происходит, почему-то кричат все «Ой, мамочка», а не «Ой, папочка». Ну, ситуации тоже разные бывают, безусловно, бывают ситуации разные, но, тем не менее, все-таки, на мой взгляд, безусловно, хотя законом и регламентированы равные права мужчины и женщины, мужа и жены в семье, но, тем не менее, если, ну, мама нормальная, если она не наркоманка, не алкоголичка, если она не ведет антиобщественный образ жизни, то я полагаю, что все-таки мама, она может больше дать ребенку. Какое качество открывает и феминистка, да? Или нет? Я, на самом деле, вот, кстати, здесь с тобой не согласна, потому что вопрос-то в другом. Вопрос заключается в том, кто больше времени может уделять и уделял до расторжения брака или до того момента, когда родители перестали вместе жить. Потому что, если у нас действительно мама не работает, мама приводит, там, отводит детский садик или школу в зависимости от возраста, водит к врачу, водит на кружки, а папа уходит в 9 утра, чтобы обеспечивать, опять же, ту же самую маму с тем же самым ребенком, но, тем не менее, у него работа такая. Он в 9 утра уже на работе, там, в 8 ушел из дома и приехал домой, дай бог, в 8 вечера. Да, а кто будет в это время сидеть с ребенком? Вот, когда такие вопросы обсуждаются, в принципе, понятно, почему суды оставляют с матерью. Но бывают же совершенно и другие ситуации. А у нас те же самые органы опеки и попечительства по-старому пишут. Ну, у нас мама, вот как ты сейчас сказала, не алкоголичка, не наркоманка, не ведет антиобщественный образ жизни. Значит, с мамой, а что там на самом деле? Кто куда водил ребенка? Вот эти вопросы не рассматриваются. Нашим слушателям я напомню, что мы сегодня находимся в прямом эфире, обсуждаем вопросы семейных споров. Телефон студии 6510-99-6, код Москвы 495. И также сайт Финам.ФМ. Звоните, а мы вернемся после новостей. Итак, мы продолжаем обсуждать семейные споры. У меня в гостях Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Напомню нашим слушателям телефон студии 6510-99-6, код Москвы 495. Также адрес сайта финам.фм. На сайте можно ваши комментарии написать, можно оставить какие-то ваши вопросы. Также можно позвонить к нам в прямой эфир, обсудить вашу ситуацию или ваш вопрос. Или вы можете просто рассказать о чем-то, связанном с правовой точки зрения, естественно, с семейными спорами. Но на самом деле мы затронули вопрос участия органов опеки и попечительства. Конечно, иногда обидно становится. Буквально недавно я участвовала в судебном заседании по одному из дел, которые находятся у меня в производстве. И в связи с тем, что там было привлечено к участию в деле совсем маленький ребенок, там, естественно, было привлечено к участию в деле и органы опеки и попечительства для того, чтобы его право защищать. И вот эта редкая ситуация, когда представитель органа опеки и попечительства пришел в судебное заседание, выражал некую свою позицию, с интересом слушал, допрашивал свидетелей. И после я увидел, что этот представитель очень подружески, ну так, откровенно говоря, это мое мнение, по моему мнению, очень слишком подружески общался с одной из сторон данного спора. Вот такие ситуации у меня лично в практике тоже возникают достаточно часто. Хотя, конечно, может быть, это называется перенести с больной головы на здорового, в первую очередь, конечно, своих детях при наличии родителей должны заботиться родители. Мы это часто видим, как юристы, как адвокаты, участвующие в семейных спорах, как родители, забывая вообще об интересах ребенка, начинают друг друга пытаться, в том числе и ребенком шантажировать, но надеюсь, что... Манипулируют, манипулируют детьми и стараются за счет этих манипуляций каким-то образом решить свои семейные проблемы. А в основном это касается каких-то имущественных проблем, когда... Алла, давай выслушаем звоночек, у нас на связи Людмилу. Людмила, слушаем вас, день добрый. Здравствуйте. У меня вопрос о наследстве. Ну давайте кратко. Да, вот такой вопрос. Муж умер, и у нас была квартира, одна треть у него, а две трети у меня. Срок еще через полгода, это было в конце ноября, к этому времени все документы были собраны, но нотариус не может оформить наследство, потому что одна из троих детей, а у меня трое детей, двое из них отказались в мою пользу, а одна проживает, где, я не знаю, она уехала с сыном для того, чтобы устроить... У вас завещание есть, Людмила? Нет, к сожалению, нет. Это было бы все решено. Трое детей, все дети, ну в том числе ребенок, который неизвестно где сейчас находится, этот конкретно ребенок, это вашего супруга тоже ребенок, дочь? Конечно, это у нас. Мы вместе прожили 42 года и очень счастливо прожили, все хорошо было. Ну, смотрите, Людмила, вопрос понятен, начну отвечать, Алла, тогда, я думаю, дополнишь. По большому счету нашим слушателям нужно напомнить, что вне зависимости от того, является этот спор семейным или не является, кто наследниками является, те люди, которые желают быть наследниками, даже сейчас не говорим, есть ли у них правовые основания на это или нет, они должны в течение шести месяцев совершить некие действия для принятия наследства. Самый правильный способ, это способ формальный, то есть до истечения шестимесячного срока с даты открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя, нужно обратиться к нотариусу до истечения шести месяцев. И если это произошло, то, соответственно, по истечении шести месяцев должен нотариус выдать свидетельство о праве на наследство. В какой-то ситуации, вот здесь у нас Людмила спрашивала по поводу квартиры, мы не уточнили, честно говоря, эта квартира приватизирована или она может быть приобретена была. Я думаю, что по одной трети, Людмила сказала, по одной трети, то есть одна у супруга, две у нее. Ну, если это купли-продажи, там, возможно, еще вопрос, мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться, но, возможно, вопрос как раз о супружеской доле, да, то есть у нас бывает, что один из супругов умер, есть переживший супруг, у нас гражданский кодекс четко говорит о том, что никоим образом его права не могут быть ущемлены, права пережившего супруга. Безусловно, конечно, выделяется ему супружеская доля из наследственного имущества обязательно, потому что все имущества... Ну, то есть вот эти все вопросы должны быть разрешены, я так понимаю, что Людмила-то о другом спрашивала. Она говорит о том, что нотариус никаких действий не совершает. Шесть месяцев прошло, но один из наследников не подал заявление. Не появился, не подал заявление о том, что он наследник и... В данной ситуации, я полагаю, что если дочь, которая не появилась, не подала заявление, если она вообще никаких действий по принятию наследства не совершает, то это никоим образом не должно ущемлять права тех наследников, которые... Остальных, которые появились и которые обратились к надлежащим законам порядка в нотариальную контору и... Да, вот в данном случае самой Людмиле. То есть нотариус должен выдать на ее имя соответствующее свидетельство. Безусловно, конечно. А если дочь, которая неизвестно где находится, впоследствии скажет о том, что она... Тут тонкий момент-то есть, да? Допустим, нотариус сейчас сделает все так, как мы полагаем правильным, выдаст соответствующее свидетельство. Дочь появится и, соответственно, подаст заявление о восстановлении срока на принятие наследства, скажет, а я вообще не знал, что папа умер. Ну вот не общаемся мы, но это же не прекращает ее... Нет, безусловно, дочерние права наследственные права ее не прекращают, безусловно. Но, тем не менее, я полагаю, что это уже второй спор будет после того, как в наследство вступили те наследники, которые обратились в установленном порядке законом к нотариусу. И я полагаю, что если она в какой-то момент появится и захочет воспользоваться своими правами... Это суд просто будет рассматривать. Да, безусловно, она будет обращаться в суд, и дальше суд будет решать. А, у меня вот такая мысль, извиняюсь, что перебила. У меня-то мысль возникла следующая. А в данной ситуации может быть даже хорошо, что нотариус отказывает... Я имею в виду по-человечески и по практике хорошо, что он отказывает от выдачи свидетельства. Тогда можно обратиться в суд сейчас и рассмотреть спор уже сейчас, привлечь эту дочку частью в деле. Безусловно, да. Шесть месяцев уже истекло. Пусть она предъявляет встречный иск, если она желает сейчас. Но тогда в будущем, если она не будет являться в суд и будет вынесено заочное решение, в будущем она не сможет прийти и сказать, а я не знала. Ей придется только это решение оспаривать, и уж получится у нее или нет, будут ли к этому законные основания. Опять же, суду придется разбираться. Но в любом случае, к сожалению, в вопросе, заданном Людмилой, боюсь, что судов во многих ситуациях не избежать. Напоминаю, что мы обсуждаем сегодня семейные споры. Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов со мной в прямом эфире участвует сегодня в обсуждении этих вопросов. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт Финам.фм. Можно задать вопрос. У нас, я знаю, еще один звоночек есть. Валентин на связи. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Валентин, единственный момент, сразу выключите радио, иначе у нас будет эхо. И слушаем вас. Я родом из города Подольска. И хотел бы просто поделиться с вами о том, что в том плане, когда я столкнулся непосредственно с органами опеки. А, с органами опеки. Расскажите, кстати, действительно интересная практика. С органами опеки в суде. А какой у вас вопрос рассматривался, Валентин, в суде? У меня рассматривался с этим вопросом, я когда вышел из детского дома, восстановил документ о мини-квартире, двухкомнатной квартире на однокомнатную, без доплаты. И я как бы, когда вышел из детского дома, мне было как раз 18 лет, я тут же подал в суд на, ну, в общем, тех людей, кто участвовал в этой сделке. Угу, так. Вот, и дело в суде находилось два года. А сейчас решение вынесено уже? Да, решение вынесено, причем на втором инстанции уже. Нет, но решение там признали эту сделку недействительной или отказали в признании ее недействительной? Вы знаете, я проводил там уже за свой счет в процессе в течение двух лет, проводил экспертизу по Черковецу-Черскому, и некоторые документы там были недействительны. Вообще подделаны были? Да, были вообще подделаны. А вот скажите, Валентин, при таких обстоятельствах, как действительно, какую позицию выражал орган опеки? Вот, и я вам хочу сказать, да, что органы опеки на тот момент, когда я был полностью уверен, обращался к ним за помощью, там, непосредственно уже там, ну, у них там иерархическая там какая-то система есть, я не разбираюсь в этих системах. Вот. И, в общем-то... Ну, они что, вам отказали изначально, вот еще до суда? Вы пришли... Правильно я понимаю, Валентин, что еще до того, как подать иск в суд и обратиться в суд, вы обратились в органы опеки попечительства? Конечно, конечно. Так, а это чем-то за... Ну, судя по тому, что вы после в суд подали, конечно, это ничем не закончилось, да? Правильно я понимаю? То есть никакой реальной ни помощи, ни разбирательства по вашим вопросам не было. То есть они вам помогали или не помогали? Или они... Нет, в орган опеки никакого участия в этом абсолютно не принимали. То есть, как бы, все, что они могли мне сделать, это... Отписку дай. Да, я приходил к ним и просил, как бы, в принципе, сам говорил, ну, почему вы не на моей стороне выступаете? Ну, что-то понятно, почему не на вашей стороне, Валентин, как бы это нежестоко звучало, да? Ну, наверное, тот же орган опеки участвовал, когда меняли квартиру на комнатную на однокомнатную, я так полагаю, поэтому... Нет, по сути, это вот документ, этот документ под телом. Документ какой подделан? Вот, справка из органов опеки, которая необходима для совершения сделки. А, то есть подделан документ, это разрешение органа опеки на совершение указанной сделки, вот, по которой вы говорили. Валентин, у меня к вам, знаете, какой вопрос? Вот смотрите, вы сейчас и нам, и слушателям рассказали такую ситуацию, да, что была сделка, в результате которой вашу двухкомнатную квартиру без доплаты поменяли на однокомнатную квартиру. Пользуясь, да, пользуясь, да, вашим несовершеннолетием. Там был определенный документ, исходящий от органа опеки попечительства, который был необходим для совершения этой сделки. выяснилось, что этот документ, исходящий от органа опеки и попечительства, был поддельным, но при этом орган опеки и попечительства это вообще никак не заинтересовало, да? А в суде... Знаете, их слова какие были? Ну, справка-то она ведь... Неизвестно кем. Неизвестно кем, и там причем... Это они в суде вот так вот говорили, Валентин? Да, это как бы да. Ну вот яркая ситуация была, да? Справка же дана. Ну бывает, бывает. Валентин, спасибо большое. Действительно, и за мнение, и за ситуацию, потому что, ну не просто оно бывает, а вот для меня, с точки зрения человеческой, это вообще ситуация фантастическая. Я полагаю, что суд-то у нас все-таки решил вопрос... Витов в надзорной инстанции, но... Вопрос все-таки решил, и Валентин вернул себе свою двухкомнатную квартиру, которая была... Но вопрос-то тут в другом. Получается история, что от имени государственного органа была подделана справка, и государственные органы это вообще никак даже не заинтересовало. Хотя, на мой взгляд, они первые должны там с флагом бежать в следственные органы, в прокуратуру, куда угодно, и говорить, что наши документы подделывают. Конечно, они должны защищать несовершеннолетних, на защите прав которых они стоят. Да нет, ну даже просто сам факт. От имени госоргана кто-то подделал документ. И госорган, это вообще... Вот для меня вот то, что сейчас Валентин рассказал, для меня это вообще фантастика. Это на самом деле еще, я вижу здесь уголовно-правовую составляющую, помимо семейного и гражданского кодекса, мне кажется, что здесь как-то попахивает уголовной составляющей, потому что подделка документов, она карается уголовным законом. Но если в корыстных целях. Да, если в корыстных целях, а я так полагаю, что, наверное, это так оно и было, то, безусловно, есть смысл, наверное, обратиться в правоохранительные органы, которые должны разобраться, почему и кем была выдана эта справка. А, ну, хороший способ. Почему и кем? А органы опеки попечительства не выдавали эту справку. Она вот поддельная была. Кого же тут карать? И с одной стороны, органы опеки попечительства приходят в суд, исходя из того, что у нас слушатель сейчас рассказал, и говорят о том, что, ну, подделали, ну, вроде как выдали, то есть, наоборот, стоит против него. Хотя должен сказать, вы что, наш документ подделали, это вообще нонсенс. А с другой стороны, что сделают следственные органы? Где они будут искать того Васю Пупкина, условно, да, все совпадения случайные, где они будут искать этого человека, который якобы подделал? Который подделал от имени органа опеки. Хороший вариант, да? Ну, в общем, да. С одной стороны, в органе опеки попечительства есть вся информация о квартирах и о воспитанниках детдомов, да, с другой стороны, есть возможность определенные распорядительные действия совершать, а с третьего, еще и в суде потом выразить какую-нибудь позицию, которую, ну, они считают правильной, а на самом деле, конечно, нет. Напомню, что мы в прямом эфире обсуждаем семейные споры, и возвращаемся после того, как выслушаем очередной блок новостей. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня вопрос семейных споров, хотя, откровенно говоря, взяли вопрос, конечно, шире, потому что мы говорим и о наследстве, о жилье, и если у Вас есть вопросы, или Вы хотите, вот как сейчас наш слушатель, поделиться историей или ситуацией, которая происходила у Вас, Вы можете позвонить по телефону к нам в прямой эфир 65, 10, 99 и 6, код Москвы 495, и также Вы можете написать на сайт finam.fm, у меня в гостях, напомню, находится Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Ну вот сейчас слушатель нам рассказал, действительно, на мой взгляд, вопиющую, хотя таких вопиющих историй у нас, наверное, через раз, да? Да, они, к сожалению, слишком часто встречаются, и Остап Бендер бы вообще просто в настоящее время отдыхал, остался бы не у дел. Ну, я думаю, что Остап Бендер все-таки остался бы у дел, наверное, но у нас было бы у него гораздо больше возможностей. Очень неприятно, что эти возможности действительно распространяются еще и не только, в общем, на какие-то взаимоотношения взрослых людей, но на детей, которые, тем более, по тем или иным причинам остались без попечения своих собственных родителей. И не могут сами защитить свои права, к сожалению, поскольку до 18 лет они не обладают полной правоспособностью, и поэтому их должны защищать определенные органы, и которые определены законом. У нас, кстати, вопрос с правоспособностью, дееспособностью, точнее, даже с дееспособностью вот в проекте и во внесении изменений, точнее, в Гражданский кодекс, они рассматриваются. Тоже для наших слушателей хотела напомнить, что ведь вопрос дееспособности – это тоже вопрос семейный, кстати. Потому что просто так соседа, если даже он, по нашему мнению, является больным психически человеком, мы не имеем права его не вызвать ему соответствующих медиков, не упечь его в больницу и так далее. То есть сейчас у нас достаточно жесткая законодательность. Только по личному согласию. Ну, по личному согласию, либо близкие, очень близкие родственники. Катем, чуть позже, то вопрос. Напомню еще раз, телефон студии 6510-996, код Москвы 495, либо сайт финам.фм, а у нас есть также звоночки. Валентин на связи. Здравствуйте, Валентина. Алло. Вы знаете, я хотела бы поговорить по поводу вопроса о наследстве. Ну, давайте кратко. Валентин, у нас наследственный вопрос сегодня не главный, но если он связан с каким-то семейным вопросом, конечно, мы обсудим. Вы знаете, дело в том, что в 2004 году мы вступали в наследство. У нас четыре наследницы. В наследство вступали – это земельный участок и дом после смерти родителей. Но в 2010 году мы узнаем, что ту землю, которую переоформляли на нас, границы этой земли оказались неровными. Они как бы нарушены были. И тот сосед, который оформлял в 2010 году соседнюю территорию, оказался на нашей территории. То есть у вас возник спор о границах? Спор о границах, да. И знаете, что мы подали иск в суд в областной, ну, вернее, городской, там, по месту... По месту нахождения земельных участков. Нахождение, да, город Коломна. Вот. Потом оказалось, что, значит, суд решил так, что, значит, не надо ущемлять права этого соседа, что у него все законно, а про наши права даже никто и не сказал ничего. И что суд решил это все в пользу того соседа. И нашу территорию искаженную нам как бы дадут где-то там за пределами нашей этой земли, которая у нас была, то ли в поле, то ли где-то то, что нам не хватает. Валентина, вот смотрите, сразу просто от себя хочу сказать. Дело в том, что, конечно, в таком режиме, ну, как онлайн, да, тем более по телефону, обсуждать вопрос судебного решения достаточно проблематично, потому что мы его даже не читали. Но я вот и вам, и нашим слушателям хотела один важный момент сказать. С одной стороны, и я, я думала присоединиться, потому что у нас профессия одна и та же. Мы очень часто призываем, не потому что мы адвокаты, и чтобы к нам пришли за делами, да, пожалуйста. Да, да, да. Самостоятельно можно вести дело. Дело не в этом. Нет, я совершенно не об этом сейчас говорю, Валентин. Вопрос в другом. Мы, конечно, говорим о том, что если не удается каким-то мирным способом решить спор, нужно идти в суд. Но в суде иногда можно проиграть дело по собственной ошибке, не представив какие-то документы, не сославшись на нужную статью, неправильно составив исковое заявление, да, и так далее. Вот здесь сейчас, Валентин, я боюсь, что мы не сможем, ну, во-первых, мы, в принципе, вопрос о границах, это такой отдельный вопрос, который в отдельной, может быть, программе мы когда-то обсудим, посвятив ее земельным спором. Но в любом случае обсудить, почему вы проиграли это дело, мы не сможем. Почему выиграл ваш сосед? Начиная от того, что, может быть, вы неправильно защищали свои права? Может быть, да, потому что из того, что вы говорите, я чувствую, что здесь какой-то подвох юридический наверняка есть. Да, да, есть подвох. А с другой стороны, может быть, может быть какие-то другие у нас подводные течения, например, или еще что-то, коломны, ну, мало ли. То есть мы вот этот вопрос сейчас, конечно, Валентина, обсудить с вами не сможем. Это уже нужно смотреть документы. Хотелось бы, знаете, какой вопрос спросить конкретный. Вот со сроком давности они ссылаются. То, что мы в 2010 году только это узнали, что у нас исказили земли, и отняли часть земли. Смотрите, Валентин, поняла вопрос по поводу срока давности. Для вас и слушателей скажу сразу, что такое срок исковой давности. Это, кстати, очень важный вопрос вообще во всех скорах. Во всех скорах, конечно. Да, да, да. Вот я и хотела это понять. И к вашему вопросу вернемся. Значит, срок исковой давности это срок, в течение которого лицу по сути предоставлено право в суд пойти и свое право защитить. Если человек пропустил этот срок по уважительной причине и обратился в суд за истечением срока исковой давности, то этот срок сам по себе автоматом судом не применяется. Но если страна в споре заявила об этом, например, ответчик... О пропуске этого срока. Да. То в данной ситуации суд может отказать в иске только по одной причине. Даже если вся правда на вашей стороне, весь закон на вашей стороне, но при этом нарушен срок исковой давности, суд может только по этому основанию отказать. Но здесь есть несколько моментов. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Я хочу вернуться на этом месте к семейным спорам и сказать нашим слушателям, что, например, споры о разделе совместно нажитого имущества могут быть рассмотрены... Точнее, срок исковой давности составляет 3 года с даты расторжения брака. А дата расторжения брака у нас считается... Либо если в органах ЗАГС добровольно расторгается брак, то в органах ЗАГС, когда произошел этот акт расторжения, либо если это судебное решение, с даты вступления судебного решения в законную силу. Вне зависимости от того, отнесли ли вы выписку из суда в ЗАГС, собственно говоря. Вот 3 года — это срок исковой давности. В принципе, срок вообще лучше не пропускать. Что касается срока исковой давности по вопросу Валентины, то здесь сложно сказать, потому что во многих ситуациях срок исковой давности начинает стечь с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Соответственно, если срок исковой давности не истек к тому моменту, когда рассматривался спор, то этот вопрос нужно было очень тщательно доказывать, потому что этот момент очень тонкий. Если нет уважительной причины пропуска срока, а уважительная причина считается в последние полгода этого срока, то в данной ситуации суд может просто так отказать вам иске, потому что вы вовремя не пришли в суд. Пропустили срок исковой давности. Напомню, что мы обсуждаем вопрос семейных споров. Телефон студии 6510996, код москвы495, финам.фм, адрес сайта, на котором также можно оставить ваши комментарии. И, кстати, хочу сказать, что вопрос, связанный с детьми, вопрос алиментов, места проживания, порядка общения, вот по ним срока давности нет вообще. Можно в пределах 18-летия ребенка. 18 лет, да, ограничено 18-летием ребенка. Да, единственное ограничение, можно вне зависимости от даты расторжения брака. Я знаю, что у нас еще звоночки есть. Слушаем Андрея. Андрей у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, кратенько. Вот вопрос такой. Получено налоговое уведомление членами семьи на совместную собственность. Оплачено это уведомление. Как я могу доказать, что я платил именно за то, что мне прислало налоговое уведомление? Как я могу за полквартиры доказать, что это я, именно я платил? Сейчас Сбербанки выдают просто чек. И в связи с этим масса вопросов по доказательству. Может быть, оно уже заложено или в ренте состоит у моей матери, например. Как мне доказать, как потребовать? Смотрите, Андрей, здесь ситуация какая. Во-первых, в любом случае в банке всегда есть плательщик. Всегда есть плательщик. Поэтому я сейчас на память, честно говоря, не помню, как выглядит чек, но что-то у меня большое подозрение, что там плательщик указывает. Посмотрите внимательно. Просто чек с сертификацией. А вы как платили? Если у вас есть налоговое уведомление, оно выписано на ваше имя. Нет, они не ставят на нем. Я требовал, я потребовал поставки мне на этом налоговом уведомлении то, что я подписал, и то, что я платил. Нет, не ставят, и все. Просто чек, и все. Андрей, не готовы сейчас вам по одной простой причине ответить. Это кошмар, что творится. Кошмар. Это с ними надо Сбербанк это так делать. Андрей, Андрей, послушайте. Во-первых, почему не готовы ответить? Потому что я помню, как он выглядит, этот длинный чек Сбербанка, но я сейчас, у меня нет его перед глазами, чтобы я посмотрела. У меня полностью уверенность, что там плательщик все-таки указан, кто платит и кому платит. Но не буду сейчас это утверждать, потому что не держу бумагу перед глазами. Но в любом случае, в любом случае, если в банке всегда выписку можно взять. На именование платежа наверняка есть. Платить через другой банк. Мне не нравится вам Сбербанк. У нас же нет принуждения платить именно через Сбербанк. Выберите любой другой банк и платите там. И будут у вас доказательства, что это платили именно вы. Ну и третий момент. Естественно, чеки сами у себя храните. Никому не отдавайте. Хотя тут момент спорный. Супруга может вытащить у вас этот чек и сказать, я платила. Ну и тогда будете доказывать этот момент. Но еще раз говорю, не нравится один банк, идите в другой, где вы получите ту бумагу, которая вам, собственно, больше подходит под ваши цели какие-то. Еще раз номер студии 651099,6, код Москвы 495. Слушаем еще звоночки. Светлана, знаю, ожидает выхода в эфир. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, как говорится в вашей передаче. Просто великолепно. Спасибо, Светлана. Заключается в следующем. Я хочу заключить договор ренты со своей подругой. Значит, у нее есть двое несовершеннолетних детей, но в дальнейшем они там вырастут. И вопрос такой. Значит, она сейчас не замужем. Ну, готова выйти замуж, и у нее будет брачный договор. То есть все ее немыщество принадлежит только ей в случае, допустим, развода. Вот у меня вопрос такой. Я являюсь как рентополучатель. Она вроде как рентодатель. Вот если по каким-то причинам не приведи, господи, рентодатель выбывает из жизни. Скажите, пожалуйста, дети наследуют эту ренту? Ну, как бы они мне уже обязаны будут помогать? Либо рента прекращает свое существование, ну, в связи, допустим, с такой ситуацией? Светлана, непростой вопрос. На самом деле у вас объясню почему. Потому что, алло, развалилась линия, ну, ничего страшного. С одной стороны, когда мы говорим о ренте, естественно, человек вправе самостоятельно своим имуществом распоряжаться. И если у подруги Светланы эта квартира находится в полностью единоличной собственности, то она может распоряжаться вне зависимости от наличия у нее несовершеннолетних детей. Я понимаю, что наоборот, что квартира Светланы, она будет рентодателем. Ну, вот рано у нас, жалко, у нас, к сожалению, рановатая связь порушилась. Ну, смотри, давайте тогда две стороны рассмотрим. Кстати, вопрос ренты. Напомню нашим слушателям, что этот вопрос, что этот договор, точнее, с точки зрения закона, правильно называется, договор пожизненного содержания с рождевением, когда мы говорим о жилых помещениях. Но, тем не менее, если у нас Светлана, не можем сейчас уточнить, то есть давайте рентодатель, если рентодатель... Получает квартиру и за это либо платит, либо ухаживает в натуре, если у нас Светлана, наша слушательница, квартиру получает, а в той квартире при этом еще и несовершеннолетние дети имеются, то в этой ситуации какова судьба? Вот она, ну, вот с этой точки зрения рассмотрим. А вторую точку зрения, но это будет чуть попозже, через полторы минутки после новостей, после рассмотрим обратную ситуацию, когда Светлана свою квартиру отдает и получает что-то взамен, да? А, ну как считаешь? Я думаю, что несовершеннолетние дети просто обязательно будут указаны в этом договоре. Нет, ну, во-первых, они будут указаны, но если... Как проживающие лица? Безусловно, как проживающие, потом, может быть, эти дети имеют право, какое мы не узнали, квартира эта приватизированная, либо эта квартира приобретена, и какие... Ну, то есть являются ли они собственниками, или не являются. Может быть, они являются собственниками, или не являются собственниками, это тоже, в общем, влияет на ответ по данному вопросу, поэтому... А вот я знаю, что у нас Светлана на линию вернулась, перезвонила еще раз. Светлана, буквально секунду. Подождите, Светлана, у нас просто буквально 40 секунд до новостей, поэтому сейчас кратенько, потом выслушаем новости, вы не кладите трубочку, и мы продолжим. Сейчас скажите, кто кому отдает квартиру. Я имею в собственности квартиру по приватизации. Квартира моя. Я хочу ее оставить своей подруге по ренте. Уточнили этот момент. Я хочу получать деньги, ну, пусть она меня содержит, в конце концов. У нее есть дети, у моей подруги. Понимаете, вот если с моей подругой что-то случается, все, все понятно, все понятно. Дети наследуют эту ренту со мной? Наследуют, наследуют. Или я уже, как говорится, еще себе новую ренту там, ну, как это? Нет, 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 наследуют они. Светлана, наследуют. А напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня вопрос семейной споры. Еще более подробно мы ответим на этот вопрос. А сейчас телефон студии, напомню, 6510-99,6-495, код Москвы. Звоните, вернемся после новостей. И все-таки семейный спор, я смотрю, что у нас звоночки появились. Семейный спор действительно волнует многих, вне зависимости от того, какой род деятельность, в каком бизнесе занят человек, в принципе, кем он работает, работает или нет. Вопросы действительно, наверное, в жизни каждого случаются. Напомню нашим слушателям, семейный спор мы обсуждаем сегодня. Алла Яминская, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, со мной вместе с вами в прямом эфире обсуждает этот вопрос. Телефон студии 6510-99,6-код Москвы-495, можно позвонить, задать вопрос. И сайт finam.fm можно также написать вопрос или комментарий. Буквально кратко еще раз остановимся на том, что мы обсуждали до блока новостей. Этот вопрос касался того, что если наша слушательница отдает квартиру своей приятельнице, у которой в свою очередь есть дети, в ренту, то есть она ей дает право собственности, сама имеет право проживания, и плюс что-то получает, либо в натуре, либо в деньгах некое содержание. И если вдруг с ее приятельницей, которая это право собственности на квартиру получит, что-то случится, и у нее будут наследники, просто для наших слушателей, как бы поясним кратко этот момент, что да, эта квартира будет унаследована наследниками, но вместе с обременением, вот с этой рентой. Они обязаны будут исполнять все условия договора ренты и оказывать тоже содержание или платить те же денежные средства, которые предполагались по договору ренту. И, кстати, в этой связи очень важно прописать подробно, о чем люди договариваются, потому что никаких вот этих зарамками, джентльменских соглашений быть не должно, потому что вы потом наследникам не докажете, что там, о чем вы вроде где-то как-то еще договаривались. Но это надо помнить. Я вообще сторонник того, что в договоре все нужно прописывать, потому что на то, что обсуждалось устно, но не прописано в сделке, и потом очень сложно сослаться в некоторых случаях. Практически невозможно. Невозможно, да. У нас есть еще звоночки. Слушаем, день добрый, как вас зовут? Алло, слушаем вас. Как вас зовут? Здравствуйте, Надежда Васильевна. Надежда, слушаем вас. Так, Петрозаводская Москва у меня. У меня такой вопрос. Я переехал в этот дом четвертый год и мучаюсь с соседом. Сосед стоит на учете, психбольной, вот вы как раз только про это говорили. И у него трудовая деятельность на дому. Вы понимаете, днем я вызывала милицию, днем он более-менее сейчас прекратил гудеть, но когда ремонт делают, он все равно. А какая трудовая деятельность? Что именно он занимается? Понимаете, милиция приходит сейчас, ну что-то делает, сверлят это самое. Милиция приезжает, он их не пускает, матом кроет и вообще ведет себя очень странно. Войти они не могут. Сейчас такие законы, как они не объясняют, он не приглашает, не приглашает, мы не имеем права войти. Понимаете, замкнутый круг. И я четвертый год бьюсь с этим. Я на Петровке 38 была. Писала письмо. Все, приходят сюда, в милицию, поговорили. Все, чтобы не шумел. Писала, ой, звонила, значит, адвокату Павла Астахова. Мне сказали, купите диктофон. Я спросила, говорю, это будет считаться как доказатель? Да, говорит, это не уголовное дело. Купил я этот диктофон. И у меня и ночью, и время, и все, и год, все это записано. Пошла в милицию, ой, в суд, значит, отказывает. Это, значит, не доказательство, неизвестно, где вы записали. Понимаете, и получается вот так вот. Смотрите, Надежда, понятен ваш вопрос, кратенько. Что здесь хочу сказать? Конечно, фиксировать надо, просто диктофоном это не так просто зафиксировать, но в данной ситуации я напомню, что, во-первых, у нас запрещено бизнес вести в квартирах, если это влечет определенный шум, но вы это пока не можете доказать, потому что никто не знает, чем он там занимается. Это первый момент. А второй момент, есть определенные правила о тишине в Москве, если раз уж мы говорим о Москве. И время, когда можно вести шумные работы, в том числе ремонтные, а когда нельзя. Вот если у вас идет шум в ночное время, то вам в это же ночное время и надо вызывать милицию и фиксировать, требовать от милиции составление протокола, тут может быть административное дело, раз он, и если он не признан недееспособным. Если он признан недееспособным, через суд вы выясните этот момент. Потому что если он признан таковым, у него должен быть опекун и орган опеки. И это люди, которые не только права имеют по отношению к тем, кого они опекают, но и обязанности по отношению к окружающим. Конечно, и в данной ситуации тогда они обязаны следить за тем, чтобы этот человек соблюдал права в том числе и соседей. Поэтому я думаю, что наша слушательница Надежда просто немножко не тем путем пошла и поэтому получила отказ в суде, но есть все возможности данный вопрос разрешить. Первое, что вам хочу сказать, выясните в суде официально, или в органах опеки и попечительства для начала, официально признан он или не признан недееспособным. От этого будут зависеть ваши дальнейшие действия. Напомню, телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495. И есть у нас вот еще звонок от Андрея. Он уже был у нас в эфире, хочет некое уточнение от нас с тобой получить. Давай выслушаем. Андрей, слышим вас. Здравствуйте, еще раз. Андрей, очень кратенько, у нас просто прям времени чуть-чуть. Ну, пожалуйста, все-таки как мне отстать эти интересы? Я получил чек на оплату за пошлину, за имущество, за имущество, или налог. Как мне доказать, что это платил я и платил именно за это имущество? Как? Вот куда мне идти? Пойдите в Сбербанк, попросите у них более подробную выписку, например. Вы со счета платили или просто наличными деньгами? Со сберкнижки как вы оплачиваете? А почему такой вопрос возникает? К вам какие-то претензии кто-то предъявляет о том, что вы не платили налоги? У нас, к сожалению, разорвалась связь уже. Ну, смотрите, здесь, да, первый вопрос, кстати, я стала согласна. Нужно понять, зачем это нужно. Второй, я уже говорила, что я не могу, нет у меня пытанцы при глазах. Можно пойти в налоговую инспекцию и выяснить там эти вопросы, и предъявить этот чек, и установить, что этот чек действительно подтверждает уплату налогов. А в конце концов, сам факт нахождения у вас чека косвенно, но свидетельствует о том, что вы платили, вам этот чек выдали, не кому-то еще, а вам этот чек выдали. Если, конечно, вы этот чек у кого-то случайно забрали, но это уже неправильный был бы вариант. Немного времени, а звонков я вижу у нас много. Давай выслушаем еще, Алла, слушаем. Алло. Алло. Да, как вас зовут? Меня зовут Юрий. Юрий, давайте только кратко, хорошо? Да, скажите, по нежилым помещениям вы можете дать консультацию? Юрий, на самом деле можем, но вот честно говоря, для наших слушателей тоже мне не хотелось бы сегодня отвлекаться от темы программы. Мы и так поставили ее достаточно широко. Если у вас столько спора о разделе совместно нажитого имущества стоит, и вы делите нежилое помещение, тогда мы готовы об этом поговорить. Нет, там немножко по-другому. Это связано с семьей? Ну, это семейный вообще бизнес, будем говорить так. Понимаете? И мы купили помещение, но под нами находится техническое подполье. Не подвал, а техническое подполье. И БТИ, и государство не хочет внести нам в собственность это техническое подполье. Хотя в техническом подполье находятся все наши коммуникации. И ливневка, и канализация, и тепловой узел, и электричество. А они только ваши или еще чьи-то? Нет, только наши. Именно то, что находится под нами. Мы им пытаемся доказать. Нет, подожди, это в многоквартирном доме находится ваше нежилое помещение, или это просто... Нет, 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 это отдельно стоящее здание. Отдельно стоящее здание. То есть вы купили целиком отдельно стоящее здание? Да, мы купили целиком. Но оно небольшое, там порядка 200 квадратных метров. А вот техническое подполье, они говорят, что это не ваше. Юрий, смотрите, кратко, потому что все-таки немножко не по теме, да? Хотя в любом случае, мы, кстати, у нас были программы, когда мы обсуждали сделки с недвижимостью в том числе. А ваш вопрос, мне кажется, касается именно сделок с недвижимостью. То есть в первую очередь нужно посмотреть, что у вас прописано в договоре купли-продажи. Самое главное, что вы купили, потому что, если вы, предположим, некое имущество не было приобретено и оформлено в собственность на предыдущего продавца, на предыдущего собственника, который вам продал, да? Мы покупали у вас, кому имущество. Но все равно здесь нужно смотреть договор, потому что вам оформили в собственность ровным счетом то, что вы купили. Дополнительно вам в собственность просто ничего не могут оформить. Вы понимаете, что находится за рамками договора. А так как мы, конечно, в рамках радиодоговора-то не можем посмотреть, не можем посмотреть, как оформлялись в процессе строительства, например. Может, такой вопрос. Ведь это здание было построено старое, но не старое. Модернизировано, реконструировано. Это нужно поднимать. На кого были оформлены эти коммуникации раньше, да? Отдельные они или они обслуживают не только... Может, они вообще переданы в городу, эти коммуникации? Да, или они обслуживают не только ваше здание, а все окружающие здания. Нет, мы обслуживаем все сами. Мы сами поставили там тепловой узел. Все наши коммуникации проходят. Там просто они говорят, вы купайте у нас. Мы говорим, извините меня, это техническое подполье. Это не подвал, а это, как вы понимаете, две большие разницы. Юрий, ну смотрите, возможно, я прошу прощения, потому что мы не успеем просто других людей выслушать. Поэтому очень-очень кратко. Возможно, у вас есть правовая позиция, но в данной ситуации, вот я, например, на себя не возьму ответственность, не прочитав ваш изначально договор, да? Уже потом переписка у вас наверняка какая-то есть. Не прочитав сначала договор, дать какое-то свое заключение. Самое главное, что то, что у вас находится в договоре, вот это вам оформляет собственность. Все остальное, здесь уже нужно более подробно выяснять судьбу коммуникации, откуда они взялись, и уже рассматривать этот вопрос отдельно. Я напомню, что мы все-таки обсуждаем сегодня семейные споры, прочитая вопрос, который у нас на сайте имеет место быть. Вопрос звучит следующим образом. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если квартира приобретена до брака, и собственниками являются в равных долях мать и сын, с которыми мы позже вступили в брак? Во время нашего супруга, я так понимаю, что с сыном мы просто сказали. Наверное, с сыном, конечно. Ну, наверное, да, женщина, которая задает этот вопрос, наверное, вступила в брак с сыном, с которым мы позже вступили в брак. Во время нашего супруга, что у нас родилось два ребенка, если я развожусь с мужем, могу ли я претендовать на долю в квартире, и какую долю, если дети уезжают жить со мной? Нет, не можете. Ну, кратко отвечу, нет, не может. Это бродобрачное имущество, которое личное имущество принадлежит супругу до брака. Это считается его личным имуществом, поэтому оно не попадает в совместное имущество супругов и не требует... И дети здесь, кстати, не играют роли. На право собственности они при разделе имущества, в принципе, в общем и целом не претендуют. Еще звоночек давайте выслушаем. Слушаем вас, алло. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, как вас зовут? Да, Руслан меня зовут. Руслан, давайте кратенько, у нас пару минуточек осталось. Да, да, ну кратенько. У меня ситуация вот какая. По поводу, в общем-то, ребенка, ну, ребенок рожден не в браке, назовем так. Мы не состоялись человеком в браке с девушкой, да? Наш ребенок, ему 15 лет. А вы указаны как его отец? Ну, я его отец, конечно. Нет, но вы указаны свидетельствие о рождении. Да, да, я у сыновей у ребенка, конечно, указываю, все это мой ребенок. Так, и какой вопрос сейчас, Руслан? Вопрос какой? Ну, как бы, полная финансовая независимость от меня, как бы, ну, я сам покупал две квартиры, она их сдает, женщина моя, да? И мало того, она уже полностью не допускает ребенка в каком плане? То есть воспитательные, физические, нравственные, духовные. Я чувствую, вы читали закон. Да, да, да. Вы говорите слова из закона. Руслан, так как кратенько у нас времени мало, кратко скажу следующее. Есть ли у меня какой-нибудь шанс? Конечно, конечно, шанс у вас есть. Вы можете сначала написать заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Либо сразу подать в суд. И, безусловно, суд встанет на вашу сторону и то время, которое вы можете проводить с ребенком, будет вам регламентировано судом. Я еще один момент хочу сказать, что вне зависимости от того, находятся ли родители, находились ли в браке, это никак не влияет на взаимные права родителей и детей. То есть между мужчиной и женщиной был ли брак или не было брака, это не важно. У нас минута 30 секунд. Давайте попробуем еще звоночек, если у нас слушатель. Евгений, да? Да, да, да. Очень кратко. Прямо у нас совсем нет времени. Очень кратко так. Вот товарищ, который обращался по поводу чека, если он оплачивает через оператора, я просто сталкивался с этим. Уведомление написано фамилия, имя, отчество. Вот и то, что оказалось. В чеке пишется фамилия, имя, отчество. Конкретно. Того человека, который платит, да? Да. Евгений, спасибо большое за пояснение. У меня тоже на память, спасибо огромное, тоже на память было, что есть в чеке, кто платит. И, в общем, это логично, потому что банковская операция совершается кем-то конкретно. Безусловно, конечно, она же не обезличенная в данной ситуации. Поэтому, да, нашему слушателю в этой ситуации надо посоветовать, наверное, просто более внимательно тогда посмотреть чек. Там действительно написано такими древними вот этими трещащими машинками, принтерами. Но прочитать все, тем не менее, можно. Напомню, что мы сегодня обсуждали вопросы семейных споров. Действительно, их очень много, этих вопросов. И они выходят за границы непосредственно семейного кодекса. Которые регулируют взаимоотношения между детьми, между родителями, и супружеские, и с бабушкой, и дедушкой. Единственный момент, который всегда, когда мы обсуждаем такие вопросы, хочется сказать нашим слушателям. Ну, между собой, ладно, как угодно разрешаете эти вопросы. Но все-таки дети никогда, ни в коем случае нельзя делать заложниками семейных споров, каких-то личных обид. Никогда нельзя делать заложниками детей. Я надеюсь, что все-таки таких вопросов и у юристов, и у судов будет меньше и меньше. В эфире была «Формула правил». С вами была я, Анастасия Ибрайчева, Алла Яминская, гость программы. Мы услышимся в следующий четверг. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»